Ты еще юниор, впервые попал во взрослую команду. Какие вообще у тебя впечатления от первых сборов в группе Каминского? Ну, сплоченная работа. В принципе, самое главное это равняться на старших, на более сильных. И пока это получается, все нравится, все классно. В чем вообще главное отличие работы в юниорской команде и вот такой взрослой? Ну, в сбору взрослой команды, как я понимаю, работает на Олимпийских суток. У нас уже потихоньку готовят к настоящим Олимпийским играм в Геллане и в 2030 году. С целью вернуться туда. Хорошо. А когда, например, в юниорской команде потренировался, какая цель была в голове? Ну, это в голове, конечно, два главных старта. Это летний чемпионат России и день чемпионата в конце сезона. Если до этого у нас были международные старты, то это отборки, международные старты, и, соответственно, сами международные старты. Сейчас такого нет, поэтому у нас самый главный старт – это чемпионат России. Ну, не чемпионат, а первенство России, потому что в юниорском возрасте нет чемпионата. Каково вообще тренироваться бок о бок с Эдуардом Латыповым? Да, блин, здорово, классно. Наверное, самый добродушный, самый позитивный человек, который я встречал, который идет на контакт, поможет в любую минуту. Ну, и, соответственно, равняться, чемпионат, лидер команды, лидер сборной, да, и, возможно, лидер вообще во всем мире. Здорово заниматься. А вообще с каким-то вопросом обращался к нему когда-нибудь? Можешь что-то подсказать, там, не знаю, по технике выполнения упражнений или что-то еще? Да, регулярно общаемся на этот счет, мы с человеком живут, и мне, как молодому, много помогает в этом плане, и делает это стратегия. А можно вот какой-нибудь пример рассказать, там, в стрельбе он тебе помогает или больше в каких-то тренировках? Ну, пример вот был недавно, делали миграционную работу, рассказывал, как именно прокачивать медленные мышечные молболокна, как идти на мощность, как включать все сплошные цели. Он у нас еще великий барбер, с недавних пор, делал ли он тебе уже сприжки? Нет, к сожалению, пока не делал, но пока обрастаем к этому делу. Я думаю, надо успевать быстрее, он потом деньги начнет брать и... Ну, на Семинском народе не у себя, я его поцеплю. Твой отец, это твой личный тренер, вот, продолжает ли он как-то участвовать в тренировочном процессе? Ну, просто общение, поддержка, просто отговариваемка по работе, по самочувствию. И это, возможно, сейчас мой личный психолог, так скажем, тренер у меня Юрий Михайлович Каминский, а что в плане, что в голове у меня происходит, это все с лицом. В прошлом сезоне ты занял первое место в юниорском рейтинге СБР, и я так понимаю, ты в сборную попала именно по этому критерию? Да, по этому. Первое место в рейтинге, это было изначально твоей целью? Нет, изначально была целью стабильно пойти сезон, наладить дела со стрельбой. Не было полноценной подготовки к сезону, я полностью почти пропустил лето, летнюю подготовку в прошлом сезоне, и нужно было просто как-то хорошо показать результат. И неожиданно для меня, возможно, для моих тренеров в юниорской сборной, получился такой результат. А почему летнюю подготовку пропустил? Очень здорово. В сезоне 2020-2021 ты стал треклянным чемпионом мира, когда мы все о тебе узнали по юношам. Но на следующий сезон, как нам показалось, был небольшой спад. Вот с чем это было связано, можешь тоже рассказать? Ну, все равно юношеский и юниорский возраст, это немного разные вещи, как и сейчас, возможно, многое от меня будет ожидать в мужском возрасте. Тоже, кому не стоит этого делать. Все равно старались сезон сделать плавный переход, форсировать подготовку. Можно было, да, конечно, в нью-йорском возрасте сначала начинать, там, не пить, выигрывать все, но не видели в этом смысле. Какие основные цели ставишь перед собой на следующий сезон? Ну, хорошо было бы попадать в топ-10. Это прям неплохая цель. Ну и, опять же, каждый год нужно разбираться со своей стрельбой, всегда что-то не так, какие-то болячки, какие-то проблемы выскакивают. Ну и стабильный результат. Вот это, брат. Данил Сверхвостов остается твоим кумиром в спорте? Поменяю свое мнение и решение на Эдуарда Латыпла. Ого! Это изменилось, когда ты попал с ним в одну команду? Я начал общаться, понял, что это человек. Какие-то увлечения у тебя есть, которые помогают отвлечься от биатлона? Ну, так как я родился, живу в Горном Алдае, это, наверное, туризм, активный отдых. И любой отдых – это просто смена деятельности, я считаю. А про туризм можешь поподробнее рассказать? То есть это какой-то походы в горы или что это вообще? Да, можешь просто выехать на реку, посмотреть на воду, посмотреть на огонь. Ты отдыхаешь еще эмоционально.